Подведены предварительные итоги единого государственного экзамена. Неудовлетворительных оценок нет, радостно сообщают в управлении образования. А вот высокие результаты показали более 10 человек. 95 баллов по русскому языку набрали трое выпускников гимназии имени Анатолия Яковлева. Еще двое получили по 94 балла по истории и один школьник 93 по обществу знанию. По словам директора школы такой результат итог ежедневной работы учителей и учеников. Сказать, что вот это вот кто-то случайно выстрелил, такого, наверное, нельзя сказать. Это планомерный труд, это взаимодействие с учителем. Большинство из этих ребят это участники, призеры, победители Всероссийской Олимпиады школьников, как муниципального, так и регионального этапов. Очень высокими достижениями могут похвастаться и выпускники Лунгипаса. Так гимназистка Ксения Сулейманова признается, об оценке в 100 баллов даже и не мечтала. Русский язык знает на отлично. Но на экзамене боялась допустить ошибки и заволнений. Такого результата, считает Ксения, удалось достичь благодаря многочасовым занятиям с учителем. Учитель Ирина Павловна, правда, очень сильно помогла. Она очень сильный учитель. И мы постоянно решали с ней тесты, писали сочинения, каждую неделю по два сочинения. И вот это, соответственно, и помогло. Перед экзаменом я очень сильно переживала, было очень страшно, скажу сразу. Но когда уже прям там сидишь в аудитории, уже все нормально. Еще и помолилась. Кроме Ксении, 100 баллов за единый государственный экзамен по русскому языку получила и ученица пятой школы Полина Горенько. Эти испытания ей дались легко. Единственное, о чем волновалась, успеть бы переписать все из черновика в чистовик. Хочется, во-первых, отметить учительницу мою, Ольгу Ивановну Егорову. Она готовила нас на протяжении двух этих лет, с десятого класса. Благодаря ей, вот, огромная заслуга Ольги Ивановны. Это правила, изучение правил, конечно же, и практика. Помню, как мы писали с ней чуть ли не каждый день. Задавала написать сочинения. Ну, тренировка, натренировались, нарешали варианты, изучили все правила. В Покачах 100 баллов за ЕГЭ получили двое учениц. Лия Диченко из четвертой школы показала свои отличные знания по литературе. А по русскому языку лучшей стала Сабина Мустафина из первой общеобразовательной. Она, кстати, все 11 лет училась на одни пятерки и претендует на медаль. Сабина признается, своему успеху обязана прежде всего маме, которая все эти годы всем поддерживала девочку. И даже результаты экзамена сообщила ей первой. У нас написали родители в чате, что известны баллы по русскому языку. Я ее разбудила, она набрала все там свои пароли, посмотрела, говорит, мама, у меня по русскому 100 баллов. Конечно, ее начало трясти, она была такая в интересном состоянии. Я говорю, молодец, мы к этому шли. Мы шли к этому не один год. Это результаты ежедневного труда, ежегодного труда. Недавно правительство Югры приняло решение о премировании учащихся, сдавших ЕГЭ, на 100 баллов. Так что все выпускники за свой труд, а учеба – это тоже работа, получат солидное денежное вознаграждение – 100 тысяч рублей. Очень приятно, когда в нашем округе реализуется программа поддержки детей, показавших высокие знания, в том числе в области единого государственного экзамена. Так вот, буквально 19 мая были внесены изменения в постановление нашего округа о денежном поощрении, где обучающимся 11 классов, показавшим на ЕГЭ 100-бальные результаты, учреждена премия в размере 100 тысяч рублей. Если дети получают 100 баллов по 2-м, по 3-м предметам, соответственно, сумма будет приумножаться. Кроме того, в этом году порядка 100 выпускников школ наших городов имеют все шансы стать обладателями федеральных медалей за особые успехи в учении и наградами Югры за успехи в обучении. Окончательные итоги ЕГЭ будут известны 5 июля. Возможно, число 100 бальников в наших городах увеличится, пока это 6 выпускников. Сара Тураева, Тимур Зигангиров. Наши города.